Здарова, здарова, здравствуйте, здравствуйте Добро пожаловать на стримчик Вот Обещал вам сделать совместное прослушивание альбома Меньше Чем Три Вот так же, правильно, или вот так Как первый раз, да, показал? Вот так Совместное прослушивание альбома Меньше Чем Три Сегодня происходит вместе с вами Здарова, здарова, здарова Ё, чат летит, чат летит Хай полетел Спасибо, спасибо за подписочки Здарова, здарова, здарова Мне приснилось, что мы вместе О, еще, мне сегодня только не снилось Соскучились Найс С крутейшим релизом Спасибо, спасибо большое Спасибо, спасибо Меньше Чем Три Топ Спасибо большое, спасибо Рад, что вам нравится альбом Рад, что вы его слушаете Более с температурой 39-40 Новый альбом хоть чутка поднимает настроение Ну, надеюсь, что этот стрим тебе тоже поднимет настроение И ты выздоровеешь к концу нашего сегодняшнего стрима Чат В общем, что Сегодня мы слушаем вместе альбом Меньше Чем Три Каждый трек Может быть, разберем какие-нибудь строчки из альбома Которые вам непонятны вдруг Каким-то образом Вы не понимаете смысл какой-нибудь строчки Вам я, возможно, ее вам расскажу Да? Ну, не все я буду вам объяснять, конечно же Потому что есть какие-то внутренние темы И внутренние какие-то переживания Которые я не всегда могу объяснить Да? То есть это не написано на листке Я оставляю ее со слушателем наедине И пусть он думает, как хочет Мама полюбила трек «Ковбой» Что теперь делать? Поздравь ее с Днем Матери Привет! У нас в универе на пиаринах Включают разные песни Поздравления или еще что-то В эту пятницу, когда у тебя вышел альбом Там поздравили тебя и включили завтра Ты не представляешь, как я пищала, сидя в твоем мерче Еще и слушая это Суда со всего универ Чудо, понял? Найс Фломастер оценил твой альбом Ты большим Да, кстати, видел реакцию Риса за творчество Он сказал, что это лучший мой альбом Я не могу с ним не поспорить Вот Не могу с ним спорить Мне кажется, что Точнее, да, не могу с ним спорить Мне тоже кажется, что это мой лучший альбом Вот, так же, как и ему Поздравляю твою маму и Днем Матери Спасибо большое Блин, я так хочу попасть тебе на концерт Но не могу из-за расстояния Ну, все может быть Кстати, да, чат А вы же, вы же видели Ну, ладно, это все позже, позже, позже Мы дойдем до этого еще Мы дойдем и сделаем даже опрос сегодня А, это вопрос Нельзя же так много треков, да Ну, короче, сегодня тогда в чате посмотрим Просто, что вы будете писать Будем оценивать каждую песню от нуля до десяти После того, как будем ее слушать Я буду смотреть чат Вы будете спамить цифры И потом, наверное, попрошу вас Заспамить лучшие, полюбившиеся песни Ваш топ Типа топ-3, чтобы вы написали Топ-3, так-так-так Топ-3, так-так-так Ну, пока что ничего не пишем Все это будем делать в конце сегодняшнего стрима Все десять из десяти Ну, спасибо большое Спасибо огромное Все песни пятьдесят восемь из десяти Найс Завтра еду набивать тату ЕКФМ Благодарствую Отметь меня обязательно Ну, кстати, удивление, да У меня есть реальное удивление Что трек выше облаков Высоко держится в чартах В чартовых позициях Это интересно Сейчас сидела, слушала твой трек И тут вижу, что у тебя стрим идет Yes, sir Yes, mix, точнее Так, чат, ну чё, скажите Вы готовы начинать К совместному прослушиванию Альбома MC3 MC3 Да, точно готовы Ну что, тогда мы Чё, а где послушаем? Спотики или ВК? Как вам удобнее? У меня на компе вот есть два сервиса Для того, чтобы прослушать ВК Да Ну, окей Можем ВК Так, заходим тогда В ЭК В ЭК В ЭК косметикс Простите Ужас Забаньте меня, пожалуйста За мой юмор Так Оп Та-да-да-дам Па-ба-ба-бам Кстати, чат Плюсаните У кого уже есть Спешл статус У кого есть Спешл статус ВК Плюс В чат У кого есть Спешл статус ВК Ну, я думаю, что у каждого из вас Вы видели, да? То, что у нас есть Вот здесь вот такой постик Классная фотка, нет? Чат, оцените фотку Реально От 1 до 10 Со съемок Короче У нас есть У нас есть Во Вот такой вот пост У нас есть вот такой вот пост Если вдруг вы не знали Я сейчас про него расскажу Слушайте альбом И ставьте Эмодзи статус И принимайте участие В нашем С ВК музыкой розыгрыше Вот такой вот статус дают Вот видите Оп Вот такой статус у вас появляется Рядом с вашим именем Эмодзи статус Что нужно сделать? Нужно прослушать альбом Меньше чем 3 И вот сюда Под постом Написать Меньше чем 3 И все И у тебя есть Этот замечательный Крутейший статус Последний раз Когда я смотрел Альбом Меньше чем 3 Там было Миллион Шестьсот Стримов Вроде Так Я его уже 46 Спасибо большое Спасибо 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 Да Спасибо Спасибо огромное Всем кто слушает альбом Он на первом На первых местах Во всех чартах Топ 1 Альбом По прослушиваниям Ну и треки Тоже Присутствуют В чартах Так что Начинаем чат Первый трек Выше Облаков Скажите пожалуйста Вы хотите Чтоб я вам Включал текст Сразу же Когда мы слушаем трек Вот включаю Трек И врубаем текст Или без текста Делаем Просто слушаем Или с джинниусом Хотите с текстом Блин кстати интересно А если я Вот какие то строчки Буду читать поверх У меня будет расхождение С микрофоном Ну-ка Дайте проверим Сейчас секунду Просто так вот Чарт Я сейчас буду Считать И скажите Есть ли расхождение В BPM Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Было расхождение Или нет 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 Расхождение То есть Все четко Все в тайминге Все в синхроне Вы меня Вы меня обманываете Ну-ка Скиньте клип Саня Скинь клип Сделайте клипчик То есть Уверен что есть Вы меня обманываете 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 Все четко В Яндекс В Яндекс Музыке Шесть Миллионов Прослушиваний Спасибо большое Яндекс Музыка Всем кто Слушает На Яндекс Музыке Кстати В Яндекс Музыке Мои треки Выше в чартах Чем в ВК Видимо Моей аудитории Все меньше и меньше Становится на сервисе ВК Ну и в целом Я посмотрел чарты Топ 10 В ВК И Ну там Конечно Ну музыка Которую я не делал Никогда в жизни В этих чартах Вот Топ 10 чартах В ВК Это отдельная Прям вообще Отдельная Отдельная музыка Которая Вот прям Отдельный жанр имеет У меня висит В твоем альбоме Блин у меня так же Я вот захожу в тикток Я зашел в тикток У меня там Только мой альбом Проверка Так Смотрим Считать И скажите Есть ли расхождение В BPM Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Было расхождение Или нет Не Вроде нормально Нет Нет Расхождение Вроде нормально Кстати Вроде нормально Кстати Моя бабушка Тебя любит С днем матери Твою бабушку Нет же Кстати Кстати А ну-ка Тише Есть день отца Есть день мамы А где день бабушки Ну-ка подождите День 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 бабушки Есть день бабушки Чат Вы знали Что есть день бабушки Я не знал реально Что есть день бабушки Седьмое сентября День бабушки Дедушки Лол Я реально не знал об этом Или я знал Я знал об этом Я не могу найти у себя ответ В голове Знал я или не знал А где день Егора Крида День Егора Крида Есть день Кридоманов Вот Он точно есть Он всегда разный Но он есть Ой чат Что-то сегодня Какое-то настроение Смешное Надо настроиться На прослушивание альбома Это не день бабушки А день пожилых людей То есть Мой получается Мой день Чат Седьмое сентября Вот вы спрашивали День Егора Крида Седьмое сентября Можете отмечать Каждый день День Кридоманов Это точно Моя мама любит тебя слушать Спасибо большое Почему я не могу Задонатить Не знаю Я откуда Смешнинку Чат Поймал Сори Простите Это нервное просто Последние два дня Были очень тяжелые В моей жизни Реально Вчера особенно Был тяжелый день Капец Простите Что я вчера не запустил стрим Но вчера реально Просто весь день Сутки лежал Даже больше суток Лежал в номере Вообще не выходя из номера И тяжелое было состояние На самом деле Просто психологически Очень сильно Всего Много Что-то размышлял И короче Привет Я послушал альбом И просто офигел Как же эта офигенная точка Где-то можно погрустить Где-то повеселиться Ты лучший точка Купил уже билет В Лужники 3 Yes sir Спасибо большое Да, кстати Я до сих пор Не выложил билеты На сольные концерты Но я оставил пасхалку В конце клипа Завтра Мы тоже ее посмотрим Ну что, чат Начинаем Что, реально с гениусом Джениус Вот так будет выглядеть Смотрите Ой, как ярко Так, а вам видно текст? Я его не перекрываю, да? Привет, Егор Здорово Я послушал альбом И просто офигел А, двойной донат Почему донат Опять в два раза приходит? Так, ладно Я пока вырубаю донаты Надеюсь, что они Не будут приходить И начинаем Слушать альбом Первый трек Выше Облаков Я не знаю, сколько прячет это небо, но Знаю способ, как нам прыгнуть Есть большие облаков И если я упал Станет мне сильней пилом И все дозло Что ты знаешь вообще обо мне? Кроме того, сколько лет я в игре Знаешь лишь то, что напишут в статье Фейк, думаешь про моя жизнь больше, чем о себе Да, правда вине Но если вине То я не виноват Знать дня мог мой брат Не всегда мама и папа И мой фанат Сколько про меня пиздят Только еще напиздят Я сбился со счета Твой хейт равно деньги А денег так много Прости банкомат Хотят запретить мои треки Ведь чему их научит мой мат Верить в себя и работать Я пример того, что можно не просто мечтать А мечтать и забрать И снова мечтать Опять восьмой город Всегда помню, где я был, когда был молод Всегда помню холод Когда надеваю свой новенький холод Я всегда сытый, но чувствую голод Это жизнь кино И я в нем как Нолан Новый альбом И я всегда новый Как айфон Все тот же, но новый Я не знаю, сколько прячет это небо, но Знаю способ, как нам прыгнуть выше облаков И если я упал Станет лишь сильнее крыло Им всем назло Эй, рэпер, что с тобой стало? Раньше сироп, все буря в стакане Сходу готов на всех настучать Хотя к тебе даже еще не стучались Гангстеры ждут указаний Что дальше читать запретят Рэки так много запиканных слов Они звучат будто кардиограмма В них нет больше улицы Сука, во мне больше улицы Ты можешь купить себе тоже гаяр Но никто на это не купится Они хотят говорить со мной Но тогда мне нужен перевод Что ты вообще можешь сказать Но если тебе закрыли рот Я не знаю, сколько прячет это небо, но Знаю способ, как нам прыгнуть выше облаков И если я упал Станет лишь сильнее крыло Им всем назло Я не знаю, сколько прячет это небо, но Знаю способ, как нам прыгнуть выше облаков И если я упал Станет лишь сильнее крыло Им всем назло Это лучшая трек Спасибо, мясо, спасибо. Кстати, чат, я не знаю, видели вы или нет, кто является продюсером этого трека. Замечательный битмейкер Егор Крид. Да, это один из моих первых вообще битов в моей карьере, которые я написал в своей жизни. Вот, поэтому я здесь на этом треке выступаю как продюсер, как саунд-продюсер. Вот такой вот у меня получился трек интро, поэтому рейтинг от нуля до десяти, чат. От нуля до десяти. Все в чат спамим от нуля до десяти. Рейтинг трека выше облаков для вас. Десять, десять, десять. Ну, много ставят десяточки. Десяточки, окей, окей, окей. Мне нравится этот трек тоже. Люблю эту песню. Если есть какие-то вопросы по строчкам, но здесь как будто бы все понятно. Здесь нечего обсуждать. Тут все по факту, все ясно, все прямо. Нет таких цифр, которые заслуживает этот трек. Спасибо, спасибо. Сделай свой микрофон погромче, пожалуйста. Да нормально. Куда громче? Эй, нормально слышно? Ну-ка дай послушать, как слышно. Слышно. Ну-ка дай послушать, как слышно. Слышно. Ну-ка дай послушать. Вроде нормально, нет? Меня плохо слышно? Тихо? Как тихо? А сейчас? А сейчас нормально слышно? Сейчас нормально слышно? Надеваю холод, что значит? Надеваю холод. Объясняю для тех, кто не знает, что такое холод. Холод это ice. На английском языке ice. С английского сленга. Многие рэп-исполнители называют бриллианты. Бриллиантовые украшения. Типа ice. Холод. Трека очень громко была, микро тихо. Так, так и нужно. Мама, ёпа. Мама, ты чё, не понимаешь? Это же баланс. Это же баланс. Всё баланс. Всё баланс. Всё нормально. Мой голос не должен быть в микрофоне, громче трек. Он должен быть чуть тише. Так что всё нормально. Не гони, мам. Всё окей. Что значит про Нолана? Ну, Нолан это режиссёр очень крутой, у которого неоднозначные... Не то, что неоднозначные, но очень сложно сочинённые фильмы, сценарии и картинка в них. Поэтому тут всё понятно. Моя жизнь кино. И я, как Нолан, режиссёр своей жизни. Которая иногда бывает с очень сумасшедшими переплётами. Что за строчка? Я пример того, что можно не просто мечтать, а мечтать, а забрать и снова мечтать. Да не, бро, ну если мы сейчас будем вот до таких очевидных строчек объясняться, то мы дальше не продвинемся, братик. Стрим будет идти тогда часа четыре. Ну ладно, хорошо, давай. Я объясню в последний раз такие строчки, что значит... Я пример того, что можно не просто мечтать, а мечтать, а забрать и снова мечтать. Смотри, я, Егор Крид, пример того, что можно... Вот есть мечта, ты её как бы получил и дальше мечтаешь. Дальше помечтал, забрал ещё и пожал ещё дальше за мечтой. Ещё, но... и дальше пошёл. Прямо так, родные. Как понимать, 5.8 мой город? Жму руку, оставляю вас наедине. Так, чё, двигаемся дальше? Двигаемся дальше, чё-то. 5.8 это регион моего города, 58. Цифра, которая есть у меня во всех альбомах, во всех моих треках, поэтому... Это первый трек, наверное, который ты послушал. 5.8 это база. Регион города Пенза. Летим дальше. Следующий трек нашего альбома называется «Время». Этот трек такой, более, наверное, личный уже характер имеет. Хотя в целом выше Аблоков тоже. Но здесь есть прям личностные переживания и, ну, такие прям личные фразы. Время стоит дохуя, и дело не в миле. Я меняю города, не считая мили. Я работаю всегда, не считая прибыль. Где я рос, меня ждала, не считая кибель. Мои строки стоят дорого, в них моя лайф. А каждый мой лайф — это дорого. Я в центре, где город дорог, но помню, где мы были до того. Теперь респектую это в центре до Бутова. Рэперы бывают в своих треках, а я брою к тёлкам, что мне без них грустно. Тебе не понять, когда хата забита подругами, бабками, но, сука, пусто. Напиши мне три яда комментов о том, что я худший, тебе не задеть мои чувства. Одни назовут меня «кринж», но кринж — это тоже искусство. Первый класс, глаза горят, будто в первый раз. Я до сих пор иду к своей мечте, мандраж внутри, как первый класс. Да, я один, но со мной они, те кто-то перед нас. EK Family даст мне заряд, как Илон Маск. Да, я безумный, как Макс, чтобы творить, мне нужен контраст. Чтобы любить, мне нужно мечтать, чтобы упасть, мне нужно летать. Чтобы убить, мне не нужно стрелять. Чтобы стрелять, мне нужно писать. Чтобы писать, мне нужно назад. Чтобы устать, мне нужно поспать. Я раньше боялся взрослеть, ведь маленький Крид еще сильно мечтает. Мама, смотри, сколько сделал твой сын, чего стоил мой путь, только Бог один знает. Я еще сделаю много, я тебе обещаю. Мои будущие дети, папа вам обещает. Да, такая песня. И последние строчки, на самом деле, даже меня каждый раз, хотя я слышал этот трек уже много раз, каждый раз трогает. Вот такая песня. Второй трек альбома, это как продолжение первого трека «Высше облаков». В общем, в целом, весь альбом, если услышать от начала до конца, то это некая история, которая имеет разные краски. Многие, знаете, спрашивали, почему... Я видел тикток одной девчонки, которая написала, не совсем понимаю, как на этом альбоме, типа, могут быть такие песни, как «Овбой», и такие песни, как «Одиноко». А все просто, потому что... Потому что... Потому что этот альбом, так же, как я, он разносторонний, разножанровый, разноплановый, разностроенческий. И я такой же. И моя жизнь такая. Она имеет разного рода характер. И я не могу писать всегда в одном стиле или чувствовать всегда одни и те же эмоции. Я просто делаю ту музыку, которая в данный момент в жизни откликается в моем внутреннем мире. И во внешнем мире. Поэтому вот такой у меня альбом. Я не могу сделать альбом в одном стиле, как это делают многие артисты, да, или в одном звучании. Нет. Я вот такой, Егор Крид, какой я есть. И вот мой альбом такой же, какой я есть человек на самом деле. Поэтому у меня здесь настолько разноплановая, разножанровая музыка, такая же, как и я. Следующий трек «Забудь меня». Предлагаю вернуться в Google Chrome, потому что он у меня вылетел только что. Какого фига? Как его вернуть? А, что? Не вылетел или вылетел? Сейчас, секунду, чарт. Что значит EK Family? Это какая-то группа? За тобой едут. EK Family? Бро, но если ты не знаешь, что такое EK Family, то ты явно не слушал мою музыку до этого альбома. EK Family, так называем мы большую семью моих поклонников, моих слушателей. EK Team, EK Family. И с самого начала моей карьеры, EK Family, это я так называю своих поклонников. Они себя называют кридоманы, я называю нас большая семья, EK Family. С моего самого первого мерча у меня есть это название, EK Family. Так что, это да, какая-то команда людей. Так, следующий трек альбома, «Забудь меня». Предлагаю его смотреть сразу вместе с клипом. Сейчас прогрузится. Короче, вот так вам лучше. Я не могу больше так, детка, пойми, да, я дурак. Я не могу больше так, детка, прости. Сложно вернуться назад, да, я скучаю, ты тоже скучаешь. У тебя другой, у меня другая, и ты ее знаешь. Я не менял тебя на этих шлюх. Все, кто все были с тобой, кровать — это клуб. Когда вижу твои глаза, тупые как лук. Но знаю, что сердце мое холодней, джинтру. Как люблю этот трек сейчас. Я не могу спать о том, что могу спать. Ты не для меня, я не для тебя. Я слишком плох, ты слишком хороша, так что... Детка, забудь меня. Детка, забудь меня. Детка, забудь меня. Детка, забудь меня. Забудь меня, да, я прошу. Ведь все эти суки висят на мне, как парашют. Рэперы будут носить через два года то, что давно не ношу. Она снова улыбнется, мне хоть не смешу. Да, я люблю тебя, но я убью тебя, так что забудь, прошу. И я никогда тебя не увижу больше. Ведь ты никогда, baby, не будешь той же. Когда мы с тобой вдвоем, это меньше, чем три. Так сложно тебе врать о том, что могу спать. Ты не для меня, я не для тебя. Я слишком плох, ты слишком хороша, так что... Детка, забудь меня. Детка, забудь меня. Детка, забудь меня. Детка, забудь меня. вот такой третий трек альбома меньше чем 3 шо а что со стримом что-то стрим вылетел или чё там обновление принять надо чего было дело а что саня ну-ка зайди до сша было что вылетело реально стрим залагал слышно да да чё было нет все нормально там черный экран просто вылетел на секунду 2 и все а реально и все и все вернулось да 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 она все супер но все на стриме же остались плюс чат если на стриме оставить все кайф просто экран ой я чувствую что к концу альбома если честно меня что-то сильно растрогает потому что я сейчас даже на этом треке или сдержался правда что-то как-то эмоции лезут через край чат оцениваем трек забудь меня от 0 до 10 третий трек альбома который вышел один из самых первых заглавный трек альбома меньше чем 3 из которых строка с которого пошло название меньше чем 3 для альбома для бренда одежды и в целом для нового этапа жизни я очень люблю эту песню одна из моих самых любимых с альбома меньше чем 3 забудь меня это одна из моих любимых песен этого альбома обожаю этот трек за все текст flow атмосфера обожаю эту песню если есть вопросы по каким-то строчкам или что-то еще так что можете задавать прямо сейчас если есть вопросы по треку меньше чем 3 но мне кажется мы его разбирали уже можно пойти дальше да почему именно меньше чем 3 потому что это любовь это сердце это то без чего мы не можем в жизни то из-за чего происходит творчество разного характера поэтому поэтому меньше чем 3 бро латс го дальше следующий трек альбома это пусто фит платина следующий трек альбома пусто точка mp3 без тебя так пусто зачем без тебя так пусто я убью эти чувства хоть это очень грустно бля я не создан любви я могу только убить так что малышка беги не оставайся малышка беги зомби но с хаву ломай мозги сердце делает все что внутри меня оставило пустым пустота вокруг будто не актуален больше бэйби да я бро бро хотя вчера еду в porsche все внутри кричит и на огонь и сиди в скоршем я хочу тебя в фэст и хочу тебя в слоу мошен если бы ты только знала как мне тебя не хватает она моя слабость и мне нужна доза я без нее умирать но она не узнает без тебя так пусто зачем без тебя так пусто зачем убивая эти чувства хоть это очень грустно бля я не создан любви я могу только убить так что малышка беги не оставайся малышка беги зомби но с хаву ломай мозги сердце, тело и все что внутри меня оставило пустым эта любовь она отравит меня так хотел тебя найти но я не знал тебя искать я думал что нашел но отказалось не так я думал ты другая но то снова не так я казал шлюха как и все твои подруги и все равно меня ты тянет туда между нами расстояние невозможно пройти между нами расстояние от земли до луны между нами расстояние попрощались на вы но почему так пусто внутри без тебя так пусто зачем без тебя так пусто зачем я убью эти чувства хоть это очень грустно бля я не создан любви я могу только убить так что малышка беги не оставайся малышка беги зомби но с хаву ломай мозги сердце, тело и все что внутри меня оставило пустым штат трек вы чау офлите жестко что забит, дядь что забит просто хуууууууу Lost Wall um Реально, мясо, я что-то переслушал его сейчас в наушниках, я вообще в ахуе. Не, если хоть один человек имеется, который скажет, что это слабый альбом, или человек, который скажет, что ему как-то не зашел альбом, раньше было лучше, окстись, бро, переслушай со включенным звуком. Я аж это, задышал. У меня дражка через час. С наступающим. А как понимать, что ты оказался шлюхой, как и все твои подруги? Брат, ну походу, ну это ты платины спросил уже. Чат, если есть какой-то вопрос по этому тракту. Так, не, 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 от нуля до десяти сначала, все чат. От нуля до десяти. Десять, сто, тысяча, он идеальный. Десять, десять. Это лучший трек альбома. Ну, слушай, для кого как. Платина так смешно тянет, шлюха, слово. Бит писал ты. Не, 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 это не мой бит. Это не мой бит, не мой бит. Он про мясо и оценить нереально. А? Что значит про мясо? На какой руку у тебя одето кольцо? Сейчас на левый. Вообще, ну я его туда-сюда. Туда-сюда. Такое возможно оценить только десяткой. Так, ну я не вижу, что за кофта на тебе. Меньше чем три точка ком, братик. Меньше чем три, меньше чем три. Это мерч от бренда Меньше чем три. Сделан специально для Егора Крида и для моего альбома. Меньше чем три точка ком. Ссылочка есть в чате прямо сейчас. Что, летим дальше? Следующий трек альбома называется Мало. Люблю тоже эту песню очень. Особенно мне здесь нравится... Вот как... Так, возвращаемся обратно. Особенно мне здесь нравится вступление. Вот бывает такое, да? Вот есть некоторые части отдельных песен, которые мне по-отдельному нравятся. В треке Мало мне очень нравится начало. Вот прям вообще кайфую сначала просто безумно. Слушаю. Вот мне очень нравится мелодия бита. И вот с моим этим... Не знаю, ну как бы... Сложно оценивать самого себя, но просто говорю о том, что мне безумно нравится здесь сначала. Глебчик, спасибо за биток. Мне тебя мало. Ты мои деньги, деньги, деньги всегда мало. Я бы убил того, кого ты целовала. Факты, факты. На мне бронежилеты сквозь него попало. А мне у тебя мало, 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 мало. Мне тебе мало, да. Мне тебя мало. Ты моя Мэри Джейн, я тебя поджигаю. Мне нужна нирваны. Бери мои деньги, они для тебя, для братьев и мамы. Поменяй мои планы. Залечи мои шрамы. Мне туда мало, мне нужна доза, и доза, и доза. Мне туда мало, эти привлеки декции, чтоб ты не скучала. Ни разу не ссорились, но ты со мной постоянно кричала Ты со мной только что кончила и еще кончила Но это только начало И я не хочу с ней говорить о любви Я больше не верю, прости Я больше не верю, всем сукам, прости И я заплачу Я сделал реальные сны Держу ее булки до анимесны Она на мне значит, она насти Ведь тебя мало Ты мои деньги, деньги, деньги всегда мало Я бы убил того, кого ты целовала На мне бронежилет, и сквозь него попала Мне тебя мало, 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 мало Ты мои деньги, деньги, деньги всегда мало Я бы убил того, кого ты целовала На мне бронежилет, и сквозь него попала Мне тебя мало, 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 мало Субтитры сделал DimaTorzok Оцениваем трек «Мне тебя мало» от 0 до 10 Секс, хорошее слово Самый лучший трек, спасибо большое Лучший из всех предыдущих, окей Нет такой цифры Не очень Такое мнение тоже может быть, почему бы и нет Невозможно оценивать По каким-то циферкам этот Сшибательный альбом Будьте честны со мной Реально, как чувствуете Такую оценку и ставьте Если не нравится, вы можете поставить Это же ваше мнение Музыка это настолько вкусовое предпочтение Которое может не сходиться С мнением даже твоей лучшей подруги Или лучшего друга Поэтому все нормально Сколько людей, столько и мнений Кому-то что-то нравится, кому-то не нравится Кому-то нравится определенный стиль музыки Одежды, фильмов и так далее Кто-то считает, что широкие штаны это кринж Для кого-то наоборот Скини джинс это типа кринж Поэтому у каждого свое мнение Это абсолютно нормально Нравиться всем невозможно И в этом нет вообще никакого смысла Я считаю Поэтому если вдруг вам не нравится эта песня Это вообще нормально И если вдруг вам не зашел кому-то альбом Меньше чем три Это тоже нормально Скини джинс Рил кринж Пишет Елизавета Слушай, а я на самом деле Ну, вспоминаю так С теплым настроением Скини джинсы Всю эту эру Типа Узкие штаны Футболка И вэнсы Ну, что-то есть в этом Типа скейтерский вайп Но, наверное, не прям Скини-скини А вот прямые Прямые, чуть зауженные В этом есть свэга Очень круто альбом В целом Нравится, что звучание разное Мало один из самых классных треков Спасибо большое Если есть вопросы по строчкам В треке мало Можете задавать прямо сейчас Конечно же Вы, да, не забывайте Что если вдруг у вас имеются Какие-то вопросы по строчкам Которые вы не понимаете Вы можете их спрашивать Прямо сейчас А вы видели, кстати Что у нас скоро выйдет Чат? Смотрите, что у меня тут есть Сейчас Сфокусируйся, пожалуйста Ну, как О Это брелок Меньше, чем 3 Смотрите, что здесь есть Даже есть Тут даже есть штука Чтобы открывать Сим-карты Для телефона Такой брелок Давным-давно уже нашу его Если хотите Вот так вот стильно Звенеть, как козочка Чтобы вас мог найти Кто-то И сразу слышать Что вы зашли в здание Брелок Брелок и скоро будет Вот Мелодия мало Лучшая в альбоме В какой стране ты сейчас? Я сейчас В Лос-Анджелес Америка На мне бронежилет И сквозь него попало Что это значит? Ну, наверное Здесь больше Ощущение от того Что Чем больше Становится Переживаний И опыта в жизни От плохих отношений Тем больше Наверное Твое сердце Тело Обрестается броней Ты становишься Черствым Бесчувственным И здесь Как раз таки Наверное Ощущение того Что вот На мне есть Эта броня Бесчувственность Черствого человека И ты сквозь нее Пробила И теперь У меня снова Появились чувства Вот Что это значит Убери, пожалуйста Саринку с шапки Держу яблоки Да, они мясные Что это значит? Ну, она пекарь Вот Она печет Булки Вот И я Ну Держу ее Булки Они с мясом Пирожки Все Тут очевидно Что объясняют Ты со мной Кончила Кончила Да По поводу фразы Ты со мной Кончила Сейчас Ты со мной Только что Кончила И еще Кончила Но это только Начало Но здесь Как бы Ну Первый смысл И наверное Основной Это то что Ну Ты со мной Закончила отношения Потом еще раз Закончила со мной Отношения Но это только Начало Ты будешь Все равно Возвращаться ко мне Это основной смысл Который я вкладывал В эти строчки No cap Это правда Второй смысл Имеет Сексуальный подтекст Поэтому Тут вы можете Воспринять это как угодно Но первый смысл Который я сюда вкладывал Это окончание Именно отношений В том смысле Что Ты со мной Закончила отношения Потом вернулась Потом опять Закончила отношения Вернулась И подсела на эти качали Кончила учебу В 11 классе Пишу Смотри Да Да Так А что Самурай Написал Еще Погоди Самурай Ты со мной Только что Кончила А ну Вот Это и не все Скини джинс Полный кринж Я бы сказал Бро Я тебе подарю Скини джинс На твой следующий день Такие узкие Что у тебя Чтобы тебе Аж вот так Вот залезало Туда Повел Кинь ссылку На мерч Чат Меньше чем 3.com Закиньте модры Плиз Это ссылка Не только на мерч Но еще на бренд Меньше чем 3 Совсем скоро Новые дропы Скажите пожалуйста А есть ли нам смысл Сейчас выпускать Нашу замечательную Флиску Которая вот там У меня висит На стуле Если в ней Прохладно В этом нет Но я все равно Я все равно их покупаю На будущее Чтобы у них потом Как бы ходить Так Идем дальше Чат Строка Мало все понятно Вы его оценили Спасибо вам большое Следующая песня Одна из моих тоже Любимых в альбоме Она называется Не для меня У нее Рассказываю историю Эта песня Изначально Вообще У этого трека Было другое название Этот трек Назывался Сердце для шалаф 2 Так как у Моего любимого Друга Платины Роберта Есть замечательная Песня Сердце для шалаф Вообще Изначально Я эту песню писал Специально Под него Под фит с ним Поэтому там Есть строчки Но оставь мое сердце Для шалаф Что не любит меня Что погубит меня Но потом Я решил поменять Это название По нескольким причинам Есть три причины Первая причина Это Первая причина Это Мне реально Было бы стрёмно Если бы У кого-то Была бы набита Татуировка Сердца для шалаф И Из моих поклонников Которые били Сетры кист Это Ну ладно Это третья причина Первая причина Это наверное То что Сердце для шалаф 2 Оно не так сильно Олицетворяет Эту песню Как Не для меня То есть Смысл названия Не для меня Больше Подходит Под эту песню Чем Сердце для шалаф Все-таки Это вот То к чему мы пришли И с Воскресенским И с Робертом И Еще один смысл А Еще То что у меня Есть уже Песня Пуси бой 2 И я подумал Что странно Что два трека Подряд будет Типа второй версией Вот такая история По поводу этого Трека По поводу названия Люблю эту песню Безумно Очень нравится Мне здесь Парты Платины И Воскресенского Мой пар тоже Неплохой Вот Видел Ну короче Давайте обсудим Чуть позже Слушаем трек Егор Крид Платина Воскресенский Не для меня Я больше не могу Так жить Я больше не могу Любить Мм Да Но ты знаешь Что я болю 7 нулей В рублях Мне нужна Физ Я уже Давно На этом Поле Дерга Я кручусь Как будто Гоблин Они Знают Не трясать Я не могу Терпеть Ваш рэйв И все Лохи Смотрят На меня Она чувствует Что хочет Она была Твоя Но мы С тобой Так Не похожи Это Весь Прикол Да Ты Меня Намного Проще Она Теперь Со Мна Ты В Игноре Мне Тяжело Признаться Я был Подлым Я Разбил Ей сердце Публиколу Люблю Шалаф Немного По-другому Все эти Деньги Для Тебя Я куплю Все Что Хочешь Выбирай Но Оставь Мое Сердце Для Шалаф Что Не Любят Меня Что Погубят Меня И Только Ты Не Для Меня Для Меня Я Сегодня Пью До Дна За Тебя Эти Суки Для Меня И Эти Стейки Для Меня Но Только Ты Не Для Меня Для Меня Только Ты Не Для Меня Мое Сердце Изо Льда Твое Сердце Изо Гня Ты Снова Скажешь Что Меня Не Поняла Меня Не Поменять Мне Так Сложно Поверить Что Ты Со Мно Из-за Денег Я Сто Процентов Лучший С кем Была Она В Постель Я В Тебе Не Уверен И В Тебе Не Уверен Но Уверен В том Что Будь Любить Так Больше Не Суме Ты Не Для Меня Я Тебе Не Подхожу Детка Оставь Меня В Покое Не Хочу Думать О Том Что Может Когда То Быть Больно Тебе Мне Не Важно Как Будет Мне Я Знаю Что Мои Шалавы Делают Больно Вдвойне Я Опасный Как Абелла Секси Как Рэб Как Чили Пеппер Скотт Я Беру Ее За Волос Она Берет У Меня В Рот Думаешь Что Это Что То Значит Для Меня Это Лишь Ночь Сори Бэйби Но И Ублюдкам Тоже Быть Сложно И Ты Не Знаешь Что У Меня На Душе Мне Сложно Трахать И Думать О Тебе Но Легко Теперь Не Грузиться Каждый День Все Что Хочешь Тебе Мне Легко Теперь Все Эти Деньги Для Тебя Я Куплю Все Что Хочешь Вы Вы Рай Но Оставь Мое Меня И Только Ты Не Для Меня Для Меня Я Сегодня Пью До Дна За Тебя Эти Суки Для Меня И Эти Стейки Для Меня Но Только Ты Не Для Меня Для Меня Очень Люблю Эту Песню Чат От Нуля До Десяти Срочно Трек Платина Воскресенский Горкит Не Для Меня От Нуля До Десяти Воскресенский Прям Хорошо Сделал Факты Факты Очень Нравится Куплет Воскресенского Кто Пишет Что Воскресенский Испортил Песню Лэйм Щит С вами Не Согласен Ни На Один Процент Я Считаю Что Вы Просто Не Шарите И Все Просто Он Добавил Такую Изюминку Трека Без Который Этот Трек Не Был Таким Крутым И Я Не Один Так Считаю Так Считают Все Люди Которые Очень Хорошо Разбираются В музыкальной Индустрии Люди Выкупят За Воскресенского Через Пару Прослушиваний Согласен Возможно 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 Припев Шикарен Спасибо Большое Просто Почему Так Много Пошлости Брат Не мы Таки Не мы Таки Жизнь Такая Жизнь Такая Не мы Таки Жизнь Такая 4 из 10 Могу Аргументировать Да не Братик Если Ты Этому Треку Ставишь 4 из 10 Можешь Не Аргументировать Реально Не Интересно С Воскресенскими Изюмина Какая-то 100% 100% Что значит Строчка 7 нулей Мне нужен Офис Ну Это Количество Денег Так Ну Я не знаю Здесь Есть ли Вопрос По строчкам Если Есть Вопрос По строчкам Можете Присылать Я Вам Объясню Так Подождите У меня чат Злагал Пойду Пойду Набью татуху Сердце Лишал Автовайвер Удачи Что значит Стейки Это типа Стейк мясной Не Стейки Это Стек Денег Стек Вот знаете Когда держат Вот так Вот пачку денег Называется Стек Мэри Джейн Вмало Блин Не буду Объяснять Эту строчку Вдруг Вдруг Меня за Нее Подтянут Мэри Джейн Это Имя Возлюбленный Человека Паука Так А что значит Строчка Я беру Ее за волос Она берет У меня в рот Очень интересно Знаете Эту строчку Вам бы очень хорошо Объяснил бы Самурай Я не знаю Смотрит ли он Этот стрим Еще Я думаю Что если Вы увидите Человека С галочкой И с никнеймом Самурай Он может Вам все Объяснить Так Объясню Насчет Воскресенского Песня Даже несмотря На сердце Для шалаф Она душевная И он Со своими Пошлостями И она Берет У меня В рот Но не в тему Не в обиду Жене Не в обиду Жене Так Я здесь Не Теперь Ты Объясняй Смысл Своей строчки Бро Не в обиду Жене А я то думал А я то думал Не знаю Не знаю Вы слушаете Треки На английском языке В таком же Примерном Жанре В таком же Примерном Стиле И там есть Все эти строчки Просто они на английском языке Звучат вам не настолько понятно Поэтому вы слушаете Грустите И думаете Блин Ой какая же Грустная песня А там чел поет Абсолютно другие вещи Вы просто не вслушиваетесь В этом Вот и все Поэтому Как бы Русский язык Он так звучит Но если бы он сказал бы Я беру ее за волосы Она мне делает минет Было бы проще Не думаю Нет Он сказал как есть Ну вот это его видение мира Он так читает Он так говорит Он так существует Он так слышит Он так чувствует Он художник Он так видит Поэтому как бы Че 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 говорить об этом Ну вот такой куплет он написал Я считаю что Каждая строчка Здесь уместна Мне очень нравится Наоборот Это сочетание Пошлости Так скажем Вот никого же не смущало Когда у нас была песня Грустная песня Эта сука хочет денег Вот никого не смущало Здесь вот смущает Строчка Она берет у меня в рот Ну допустим Когда у Моргена была строчка Как ты заебла И он бьет по щечину Никого не смущало тогда Ну типа Всех Всем Всем было окей Че сейчас строчка Она берет у меня в рот Смущает Не должна смущать Это художественный Рисунок Как и у Моргена В том треке Как и у Воскресенского Здесь Так что Все нормально Идем дальше Следующая песня Ричард Милли Слэш Пусси Бой Два Одна из первых песен Которая Была написана В этот альбом Это слишком дорогой звук На запястье Ричард Милли Они очень дорогие Со мной в комнате Четыре Они тоже дорогие Жоба Май Новые суки Круче жопы Ламбаркини На запястье Три квартиры Но помню Где раньше были Где мы были С кем мы были Кем мы были Бич Где все были До того Как мы состали Рич Что принесли мне бумаги Что кто-то принес мне бумаги На хуй все ваши контракты Если там нет миллиардов Мной гордится Моя фэмли Долетает птица Очень высоко Мне не разбиться Дай мечтаю бить Но даже не могу Заполнить лиц Дождь Много амбит Пока мои мили Будут биться На запястье Ричард Милли Они очень дорогие Со мной в комнате Четыре Они тоже дорогие Жоба Май Новые суки Круче жопы Ламбаркини На запястье Три квартиры Но помню Где раньше были Детка Детка прыгает на мне Детка прыгает на мне Да, сэр Блин, я не знаю, вот Вслушиваетесь Вслушиваетесь ли вы В бэк-вокал Но мне безумно нравится Здесь вот Короче, бэк Который начинается С самого последнего припева Бэк-мычание Я его называю Вот прислушайтесь, если не слушали Я надеюсь, что вы в наушниках Сейчас вылушаете стрим Вот здесь все начинается Сейчас опять будет Мясо-мясо Очень нравится этот бэк Слушайте в наушниках Как всегда все треки Альбомы и так далее Потому что в наушниках У вас детализированное Звучание Есть бэйки И так далее И есть все тонкости трека Которые можно не заметить Вот, поэтому слушайте Всегда в наушниках Ебать, я не слышал Это охуенно Вот Надо вслушиваться В каждый трек Потому что в треке Есть очень много деталей Но на самом деле Бывает у меня даже такое Что иногда слушаешь песню И потом только Типа с 10-20 прослушивания Ты вслушиваешься в слова Понимаешь Текст иначе Поэтому Переслушивайте альбом Меньше чем три На всех музыкальных Платформах Так Чё, есть ли вопросы По этой песне Можно поразбирать Если есть вопросики По строчкам Да, я мечтаю влюбиться Даже не могу запомнить лица Строчка Просто же База База Браза Браза Глаголы Идите на фиг Пошли на фиг Какая разница Вообще Рифмую как хочу Зонт Наверное Крутой Что затащил От потопа Спасибо Что обозначает Элитая как птица Спасибо большое За вопрос Кстати, у меня здесь нет рифма на глаголы Ну-ка, дай я тебя посмотрю Мне прям интересно Так, здесь глагол Счастительное Глагол Счастительное 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 Глагол Счастительное А, иди нахер У меня здесь даже их нет Сучка Как переводится Ричард Милли Ричард Милли Ричард Милли Это Самые дорогие часы в мире. Называется Ричард Милли. Это бренд часов. А про из нее лет я... Это же отсылка. И почему не продолжил фразу? Да-да-да, это отсылка на Пусти Бой 2, именно по... Ой, на Пусти Бой 1. Именно поэтому эта песня является, так скажем, продолжением песни Пусти Бой 1. Кто такие четыре и почему они дорогие? Это девушки. Дорогие. Ну, можете по-разному подумать. Ну, как бы... Что в вашем понимании дорогая девушка? Которая одета дорого? Или которая стоит дорого? Или на которую ты должен потратить очень много денег? Или... У нее очень богатый внутренний мир. Значит, она дорогая. Видите, сколько у этого есть смысла? Я вам только что назвал 4. Или 5. Не, какие шлюхи? Не-не-не-не-не-не-не. Какие... Вообще... Вообще... Вообще не про шлюх. Вообще не про шлюх. В этой песне нет ни одного слова про шлюх. Я думал, что эта строчка про твои альбомы Капец, ты шалун Нет, в моей комнате 4 Это про девушек Все-таки, не про альбомы Она прыгает на мне будто дудлджамп Дудлджамп это игра такая известная Можете загуглить, посмотреть И как там прыгают 10 из 10, что значит Прыгает на мне как дудлджамп Ну, я только что ответил Так, ну че, больше, наверное, нет Да вопросов по тексту Егор, что означает строчка Пока мои мили будут биться Ну, пока мои часы будут биться Все просто Пока стрелка часов будет идти И есть биение от этой стрелки часов Смотрим твой стрим из Пенза Салют 5.8, бро Про бумаги Что про бумаги Что принесли мне бумаги Что принесли мне эти деньги Что кто-то принес мне бумаги Это чтобы у меня были Была куча сотрудников И мне приносили бумаги Я уже так по-быстрому вам накидываю Короче, значение Все, да? Закончили с этим треком Как же Егор охуенно произносит Это слово жопа Вот, видишь, даже слово жопа Можно произнести классно А почему детка прыгает? Что за детка? Как прыгает? На чем прыгает? Так и не ответил А фэмили это твоя фэмили? Семья или мы ека фэмили? Мною гордиться моей фэмили? Да здесь все Все и моя семья Которая моя семья По-настоящему И моя семья Которая сок И моя семья Которая еки фэмили Все мной гордятся Вот Поэтому Как-то так Че? Погнали? Да, я шучат Почему вайперов не позвал посидеть на стриме? Потому что вайперы улетели в Нью-Йорк Нью-Йорк? О, дальше идет ковбой Дальше идет ковбой Предлагаю тогда посмотреть ковбоев Предлагаю вместе с клипом Вместе с клипом Ковбойс Ковбойс Прогрузись Клип Пошла жара, чат Следующий трек Ковбойс Субтитры сделал DimaTorzok Каждый мой трек это салп Ты не продашь свою музыку даже на сэлф Я видел всех ваших шутеров Они бегут быстро как дюрасал Белый продал свой рэп Потом продал свой рэп Это черный ресейл Это Болинси бандит Твоя сука не дома Она тебе пиздит Хотела на остров Попала на Крит У нас не романтик Белый шумел Потом стоп и прийти Бэйби орала как псих И держала как син Мой ги У меня с ней ло Это ссык-сык Сука влюбилась в брюк Сука плоха То что мне нужно Она вверхом У нее стол Она вверхом У нее стол У нее стол Сука ковбой Е-е-е-е Эк сук ковбой Её парень брокбой Перед ней шапбикбой И грязнее Плейбой Чоппер на мне биг той Она плохая Perfect match А я бэдбой Бэдбой Она вверхом как ковбой Ковбой Стик И на мне ща пули Фрррр Ковбой Клик И твой homie умер Я на черном Я как боммер Ты метро не метро боммер Слышь на тебя брод Ты лузер А тебя абьюзер Бля я пакал твою суку Без налогов Дьюти фри Е-е-е И на мне ща стики Будто call of duty 3 Е-е-е Знают что я крэйзи Они знают что я фри Эта сука ща верхом на месте Ведь думает я иди Е-е-е-е Пять минут назад я трахал суку в песне У-у-у Теппин мув спустя я факнул твою бейси Я видел твои мувы Бро сорян ты здесь Ты видел мои мувы Я с них стал известен У-у-у-у Чё про ковбоев нужно говорить? Я вообще не знаю чё сказать для скита Сука влюбилась в уфлютка Сука плохая То что мне нужно А наверху У неё стол Пью-пью Сука ковбой Сука ковбой Её парень брокбой Перед ней ща бигбой Игры с ней я плейбой Дал ей хит как старбой Е-е-е-е-е Cwiet Уххххххху Но здесь нет смысла от нуля до десяти у вас спрашивать, этот трек вы знаете, этот трек вы уже слышали, под этот трек вы уже раскачивались на концертах, клип этот вы уже видели все, поэтому... Не, ну хотя в целом от нуля до десяти, погнали. Что такое Duty Free? Заметьте, вопрос по песне. Duty Free? Это зона без... Сейчас, чтобы быть точным, сейчас. Duty Free. Как это слово? Зона беспошлиной торговли, вспомнил. Беспошлиной. Но здесь есть пошленность. Как донат пришел? Егор, спасибо за альбом. Не за что? Мои любимые треки, Ал. Завтра забудь меня, Дуб Става. Это очень сильные работы. Мясо. Спасибо большое, Егорик. Спасибо большое. Так, донаты off на этой сцене тоже. Спасибо большое за донат. Черт, если что, донаты потом прочитаю, если вдруг вы будете отправлять. Так, что у нас дальше? Дальше очень большая песня идет. Дальше идет громадная просто песня. Громаднейшая, я бы назвал ее. Вот знаете, вот каждый раз, когда слушаешь этот трек... Hell, Fit Viper. Блин, слишком много R сказал. Слишком много R сказал. Надо было две, а сказал пять. Следующая песня огромная, потому что она Fit Viper, во-первых. Во-первых. Во-вторых. Во-вторых. Тут такой бит, который замутили эти пацаны. Тут такой бит, что просто вот ты начинаешь слушать трек и понимаешь его вот... Вот она громадная песня. Вот просто начало бита, и ты понимаешь, что это просто... Просто вот... Как будто, вот знаете, вот у меня такое представление, вот... Ты вот стоишь, и на тебя летит огромный, просто огромнейший, просто летающий корабль. Вот просто ты стоишь, и... Или ты в море, в океане, да, в океане, и просто на тебя корабль, просто корабль, вот который... Какой-то просто вот титаник огромный просто. Вот такая ассоциация у нас с этим треком, вот у каждого. Вот просто метеорит какой-то, просто что-то громаднейшее в тебя летит. Трек Hell, ну историю вокруг этого трека вы, конечно, все знаете уже прекрасно, и которая здесь случилась в Америке. И здесь мы сняли клип на этот трек, он сейчас в стадии монтажа. Посмотрите, я думаю, что те, кто не любит пошлости и вайб американских клипов, то вам, наверное, он не зайдет. Но почему бы и нет? Как бы не зайдет это тоже мнение. EK, double R, специально для вас. Трек под названием Hell. Эта сука дьявол, она не лизает. И внутри нее мне горячо, прям как Дубай. На мне этот лед, но один он не растает. Она так кричит, как будто меня проклинает. Она дала огня, я не сгорел. На мне сейчас зима, я джинглбелл. Во мне так много газа, я как шелл. Сука звонит на номер, но много дел. Купил и Бирк и Келли, твой бро пиздел. Ага-мурдер, омамай. Убил его как Мелли. Три мульта, лишь на билет Интелли. Делайте билеты дешевле, плип. Эта сука дьявол, она не дизайн. Я внутри нее мне горячо, прям как Дубай. На мне этот лед, но один он не растает. Она так кричит, как будто меня проклинает. What's in the hell? Реально, сука, сделай себе нос. Сука, сделай себе сиськи. Сука, сделай больше губ. Сука, сделай себе задницу больше. Реально, не надо бояться. Я знаю, ты знаешь, о чем я шоурифиль на логу, бац. Амми, большие инги, амми. Большие суки, амми. Тобор, амми, амми. Лазерайзи, амми. Твой хор, амми. Я засну кридов, андергаунд. Эта сука дьявол, она не дизайн. Я внутри нее мне горячо, прям как Дубай. На мне этот лед, но один он не растает. Она так кричит, как будто меня проклинает. What's in the hell? Это сука дем. Это сука тяо, и на ней дизайнер. Меня манили ее губы, я ее встретил и замер. Я делаю им сферф, делаю им сферф. Сука, сказали ж без камер, даем хуевый характер. Мы создаем эту драму, окей. Несколько секунд хватило, чтоб понять, что ты фейк. Ты начал на нас пиздеть, это был мистейк. Крид, майз, кайф, штатах, не ебем, что такое, блядь. Я так люблю, когда нас хейтят. Мы змея, мы вайпер, мы снэйк. Эта сука дьявол, она не дизайнер. Нахуй ты шепишь, если ты не вайпер. На мне огромный лед, я потопил лайнер. Я внутри нее. Но я не ее парень. Я сам богатый нефр. Начатываю 60 лямов. И вот прикрой мою спину, я пойду заканчивая этих ябланов. Тут, у меня шутеры там и тут. Я взял с собой каймайс и скучно порой одному наверху. Меньше чем ты. От нуля до десяти, чат. Не, ну это, ну это, ну это, ну это, ну это, ну это вообще. Ну реально, ну реально, ну реально. Не знаю, мы с пацанами, с кайм и с майсом, ну очень любим этот трек. И считаем, что это вообще супер получившаяся коллаборация, супер получившаяся работа. И на самом деле мы, ну, вот эти все дни, пока были в Штатах, сейчас близко, прям сблизились. И вообще пацаны охеренные. Так что, так что ничего в моем присутствии плохо про них не говорить. Егор, посмотри донат. Чуть позже. Обожаю трек, он мой топ-1. Thank you. Если этот трек кому-то не понравился, то мне интересно, что они слушают. Но они слушают, наверное, что-нибудь типа... Ладно, я не буду, а то опять с артистами ссориться, не хочется. Смураж. Трек такое мясо, что слов других нет. Нет. Факт, факт. Песня очень большая, огроменная. Клип на нее снят, так что ждите наш совместный клип. Они слушают синий трактор. Нет, синий трактор, кстати, не самая плохая песня. Трек говно. Ну, твое мнение тоже учитывается, бро. Как бы такое мнение тоже может быть. Почему и нет. Мы, кстати, когда снимали клип, мы снимали на студии и писали параллельно еще один трек. У нас есть еще одна демка. Я не знаю, трек, скорее всего, никогда не выйдет. Но он есть. Блин, мне интересно послушать вообще... У меня, короче, есть этот трек. У меня есть этот трек. Самая первая демка, самого первого бита, еще когда на нем не было Майса и Кая. Я не знаю, смогу ли я найти. Сейчас я попробую порыскать. Но он у меня где-то был. Первая версия бита и первая версия этого трека. Сейчас. Если я найду... Я потом решил не брать этот бит. Мы его полностью поменяли с пацанами, потому что бит нас не сильно устраивал. Но сейчас, если я найду, я вам включу. Сейчас, секунду. Сейчас. Просто если бы Эрик Джан сейчас смотрел стрима, он бы скинул, потому что у него есть эта демка, я ему кидал. А вот, я нашел, секунду. Охереть, как он странно звучит, чат. Даже мне очень странно сейчас было его слушать. С тем битом. Он вообще не так звучит. Сейчас, если я найду, здесь на компе, секунду. Но это очень странно. Я вам говорю, у вас мозг сломается. Ну, здесь бит просто сумасшедший. По сравнению с тем, который был. Просто, ну, показать вам так в прикол. То, что осталось за кадром. С тем, кто был. Ну, я не знаю. А вот, я не знаю. И на ней дизайнер Я внутри нее, мне горячо, блин, как Губай Мне этот лед, но от нее он не растает Она так кричит, как будто меня проклинает Волгинсвелл Она дала огня, я не сгорел На мне сейчас зима, я джингл-белл Во мне так много газа, я как шелк Сука звонит на номер, но много дел Купил и биггерс, и пелли Твой бро пиздел I got murder on my mind Убил его, как Меллай Три мульта, лишь на билет и в ЛА Этот все потянул, и на ней дизайнер Я внутри нее, мне горячо, блин, как Губай Во мне этот лед, но от нее он не растает Она так кричит, как будто меня проклинает Волгинсвелл Она дала огня Вот такой был Вот такой был первый бит Но мне он меньше нравится, чем вот это Это, конечно, прям Это просто, ну, это прям вот то, что прям Вот так вот хочется сделать Итоговый вариант получился топ Чат, ну, я не знаю, есть вопросы по этому треку? Я, кстати, придумал угарный тренд в ТикТоке Угарный тренд в ТикТоке придумал под этот трек Вот, поэтому я его закину завтра Я сегодня его сниму, завтра закину Посмотрите Кстати, спасибо огромное тем, кто распространяет этот альбом в ТикТоке Я видел очень много видео под следующий трек Дубцова Видел под Хэл Видел под Выше Облаков Под трек Мало начали уже снимать Под Пусти Бой 2 снимают Под Лофай Герл видел много видео На Луну начали снимать Под трек Завтра с Бастой снимает очень много Одиноко тоже снимает очень много Спасибо вам большое ТикТок, уважаемый Ребята, вижу каждый ваш трек Вижу каждый ваш клип Вижу каждый ваш эдит Спасибо вам огромное Я еще сделаю конкурс совсем скоро в ТикТоке По трекам с альбома Чтобы вы ставили хэштег меньше чем 3 И сделаем какой-нибудь, может, розыгрыш По лайку вас повыкладывают Так что спасибо вам огромное за активность Вы те люди, которые делают мою музыку актуальной и популярной На протяжении такого большого количества времени Спасибо большое Так Оцениваем трек от 0 до 10 Хэл Я думаю то, что Пойду снимать хэлвис, спасибо большое Я думаю то, что Я поставлю этому треку 10 Честно Я ставлю 10 Будет запись этого стрима Думаю, что да Я думаю, закинем большой этот стрим Ко мне на Крид Лайф На канал на Ютубе Поэтому ждите Завтра, скорее всего, будет Итого Слушаем следующий трек С альбома Который называется Дубцова Я не представляю, какой клип нас ждет Если песня такая Лайф клип Назовем его так Лайф Да, кстати По поводу трека Хэл Видел какое-то мнение Типа Блин Вот послушал этот трек Ну и здесь слышно Что Крид он не Крид Но он прям под ребят Сильно подстроился Ну зачем Вот он пытался сделать Как Вайпер Типа Вы слышали, да Сейчас Первую версию этого трека То есть этот трек Существовал еще отдельно До того, как Там появились Вайпер Он был написан Мной На студии И там не предназначался Этот трек для фита Он был просто написан И лежал в столе И так далее Это просто Ответ тем, кто Думает, что я Под кого-то Конкретно Под артистов Подстраиваю Жанр Там И музыку И написание Вообще нет Ни разу Никогда Если я делаю с Платиной Я не пытаюсь читать Как Платина Или делать как Платина Если там Я делаю с Вайпер Я не пытаюсь делать Как Вайпер Я есть я Вот как я это слышу Как я чувствую Как вот у меня есть сейчас Вот так я и пишу Поэтому Те, кто Считают, что Я подстраиваюсь Под определенного Артиста в треке Это неправда Такого нет Потому что 90% песен Написано до того Как на ней был Какой-то Фит Это Ответ Let's go Следующий трек Дубцова Печали тонут бокали Похуй какими бывают реалии Она любит бренды Италии Не сидят круто так на ее талии Собирай свои шмотки проваливай Забирай все слова и так далее Ты казино Все на зеро И мы все проебали Усталимся делать карьеры Все мои бывшие миллионеры Хеллоу мир Где ваши манеры Скажите спасибо Платите проценты Прости дорогая Ты не моя жизнь Моя жизнь концерта концерта Не могу с тобой взять и уснуть Мне нужна турбулентность Плевать сколько денег Изли внутри бедность Нужна была твоя верность От меня тебе нужно одно Собирай мне не жалко известность Я расстроен как эта гитара Эта песня тебе мой последний подарок Но почему все без тебя не то Что болело не прошло Хоть и время истекло Я взорвал и лечу в небо Но потом упаду в пропасть Я за ней извини гордость Все внутри убью Больше так не могу Я никому не доверяю За это спасибо тебе дорогая Не забудь рассказать Что тебе типа плохо в своем телеграме Нахуй пытаться вернуть к жизни Того, кого ты нечаянно убила Концертик за бабки не отменить Но чувство легко отменила Играла на нервах царапая сердце Как будто ебла для ленила Никого как меня не любила Но ты никого никогда не любила И за той закрытой дверью Я оставлю мемори Подожгут свою квартиру Чтобы ее не открыть Прыгну в тачку в пол по 200 Чтоб не смог затормозить Я боюсь только того Что я смогу тебя простить Я взорвал и лечу в небо Но потом упаду в пропасть Я за ней извини гордость Все внутри убью Больше так не могу Я взорвал и лечу в небо Но потом упаду в пропасть Я за ней извини гордость Все внутри убью Больше так не могу Я поставил бы и точку Но опять запятая Это серьезно Очень сильный трек Очень сильный трек Люблю безумную песню Дубсова Чат, от нуля до десяти Все, кто здесь есть От нуля до десяти Оцениваем трек Дубсова, лютейший трек с альбомом Спасибо огромное Правда, правда Большая песня Этот трек Разбил мне сердце в клочья Блин, давай, собирай Не нужно нам разбитых сердец Лучший трек с альбома Окей Девочки, я плачу Не плачь Соберись Соберись По поводу трека Дубцова Я на самом деле Этого трека не существовало в альбоме У меня уже был готов альбом И я услышал бит Который мне скинули И я такой Вау Какое Какое сильное Какое сильное переосмысление Песни Дубцовой Все о нем Интересно было бы что-то пописать И как раз был в дерьмовешем просто состоянии Просто в ужаснейшем состоянии Вы помните мои стримы Это еще Я был в Лос-Анджелесе Был в Л.А. Много-много-много месяцев назад Кто был на этих стримах Помнит Когда у меня было вот это состояние Про То, что я заканчиваю музыку Карьеру Ухожу и так далее Помните, да, этот момент Вот И в тот момент Как раз таки Писалась эта песня Я хотел ее исполнить На своем концерте Сонным Который у меня был в Москве Но посчитал Нужным ее сохранить До концерта До альбома Потому что В концерте и так Много вещей было запалено Подумал то, что Пускай вы ее услышите На Альбоме Уже Первое ваше впечатление будет То, что знаете Я уже Я уже столкнулся с тем, что Многие неправильно Короче, когда ты первый раз трек представляешь В концертной версии Многие неправильно потом воспринимают песню Просто слушая в наушниках Потому что концертная версия всегда будет отличаться От оригинала Несмотря на то, что это идентичные истории Почему именно Дубцова Потому что Ну, в смысле Есть песня о нем У Дубцовой Не менее известная Ирина Дубцова И со своей самой известной песней Все о нем Это просто переосмысление этой песни Поэтому я решил ее назвать так Мне нравится это название И мне показалось круто Называется эта песня Очень такой стейтмент Привет, Егор Альбом охуенный Чувствуется в треках Опыт, вложенный в это дело Спасибо большое А ты спрашивал у нее разрешение На использование трека Да, конечно И мы подписывали документы И была оплата за это Поэтому Все окей, все чисто Не переживайте Судов не будет Почему припев похож на другую песню? Потому что есть оригинал песни Все Вот оригинал песни Вот То есть она просто переосмыслена Кстати Ладно Я думаю Знаете как? Я думаю, что про песню Дубцова Я ничего не буду говорить Ничего объяснять Никакие строчки И так далее Мне очень нравится То, что происходит В интернете Вот эти теории Теории скрытого смысла Заговора И Ваши догадки Что оставлю вас с этим Вам так будет Интереснее И мне Тоже Так, следующая песня Это Дым Совместная с моим братом Джонни Да я думаю, что Надо посмотреть Клип И вместе с клипом Еще раз Оценить Эту замечательную песню Дым С моим братом Джонни Которая тоже выходила До альбома Let's go Блин, это Кстати, тогда Еще Ютуб работал Видите Тут А, у вас Не видно Просмотры 23 миллиона Просмотров Тогда еще Работал Ютуб Мы еще Тогда видели Просмотры На Ютубе Было Классно Спасибо Ютуб За детство Ты ведь хотела сделать больно Что ж Смотри Я отпускаю Гляди Как этот дым Холодным огнем Сжигает меня внутри Ничто так не убивает меня Как ты Ты ведь хотела сделать больно Что ж Смотри И не пытайся меня спасти Ничто меня не убивает Так как ты Снова тянет написать тебе Как ты В календаре закрашу Черным наши даты И чей-то мерен Увезет тебя куда-то Куда-то далеко Я Сделаю вид Как будто мне легко Я думал Между нами вспышка Но это такой Если увижу Обойду стороной Ведь ты внутри Меня стала чужой Холод Простаней И лживых фраз С тенью по стене Солнце покинет нас Я и ты Могли бы Сделать верный выбор Но в моей груди Остался только ты Холодным огнем Сжигает меня внутри Ничто так не убивает Меня как ты Ты ведь хотела сделать больно Что ж смотри Я отпускаю Не пытайся меня спасти Это жим Холодным огнем Сжигает меня внутри Ничто так не убивает Меня как ты Ты ведь хотела сделать больно Что ж смотри И не пытайся меня спасти Ты хотела сделать больно Ты хотела сделать больно Это ты Мясо Очень нравится эта песня Тоже одна из больших песен Альбома Очень крутой трек Просто она не так воспринимается У вас Потому что вы ее уже слышали Поэтому Вам сложно ее оценить В рамках альбома Потому что вы ее уже слышали Все до Но этот трек Тоже является частью альбома И если все эти песни Вообще вы едино сложить Что дым Что ковбой Что меньше чем три Которые вышли до альбома И сложить новую Новую музыку Вот тогда можно оценивать альбом Полностью Полноценно Вот Спасибо Джону большое За коллаборацию За этот трек Вот Это было круто Это было круто Спасибо Следующий трек С альбома Называется Lo-Fi Girl Чилл песня Тут тоже мой бит Это мой бит Написанный мной Этот трек знаете Как нужно слушать Сейчас покажу вам Этот трек знаете Как нужно слушать Атмосфера вот такая Вот у этого трека Все что ты оставила Это bye-bye Я надеюсь что ты просто ищешь Wi-Fi Не могу уснуть Если не пишешь Good night Ты моя комфортная Baby Lo-Fi Yeah Я написал эту песню Чтобы мы никогда не послушали Ее вместе Yeah И пусть тебя это бесит Ты никогда не забудешь Тебя целую в подъезд Моя кровать без тебя Такая неудобная Сложно засыпать Ведь тебя помнит моя комната Полная луна Без тебя светит не на полную Я обнимаю пустоту Я обнимаю пустоту Эта боль фантомная Я включаю На повтор наш Lo-Fi Микс Где-то там Под него Ты грустишь Все что ты оставила Это bye-bye Я надеюсь что ты просто ищешь Wi-Fi Не могу уснуть если не пишешь Good night Ты моя комфортная Baby Lo-Fi Все что ты оставила Это bye-bye Я надеюсь что ты просто ищешь Wi-Fi Не могу уснуть если не пишешь Good night Ты моя комфортная Baby Lo-Fi Я написал эту песню, чтоб в ней последний раз я мог побыть с тобой вместе Горячий кофе на лестнице, в нем узор разбитого сердца, как на наших парных подвесках Моя кровать без тебя такая неудобная, сложно засыпать, ведь тебя помнит моя комната Полная луна без тебя светит не на полную, я обнимаю пустоту, эта боль фантомная Я включаю на повтор наш лофай, где-то там под него, и ты грустишь Все, что ты оставила, это бай-бай, я надеюсь, что ты просто ищешь вай-фай Не могу уснуть, если не пишешь good night, ты моя комфортная, baby, лофай Все, что ты оставила, это бай-бай, я надеюсь, что ты просто ищешь вай-фай Не могу уснуть, если не пишешь good night, ты моя комфортная, baby, лофай Я включаю на повтор наш лофай Где-то там под него, и ты грустишь Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ладно, к этому треку сейчас вернёмся, сейчас вернёмся. Ну чё, чат, low-fi girl от 1 до 10. Вот такая атмосфера у этого трека. Чисто комфортик, чисто комфортик. Что там у тебя башмах валяется? Вот один, вон там второй. Теперь два. Да, атмосферная очень песня. Вопросы по тексту, может быть, есть. Пять из десяти поначалу не очень понравилось, но чем чаще слышу, тем больше нравится. Ну, надеюсь, то, что у тебя пять из десяти дорастёт до хотя бы пяти с половиной. Песня «Мясо» просто Егор Комфорт, очень приятная. Шикарная и непривычная от тебя. Ну такая, да, здесь абсолютно певческая песня. Что значит low-fi girl? Есть радио, low-fi girl. На котором сидит девочка. Это радио всегда в эфире. И здесь играет музыка в стиле low-fi. И её зовут low-fi girl. И тут всегда играет комфортная музыка. Low-fi — это жанр. Это жанр музыки. Вот, если вы не знали, кто такая low-fi girl. Это комфортик. Вот. Поэтому трек называется low-fi girl. По строчке Wi-Fi видел, спрашивали. Всё, что ты оставил, это bye-bye. Тут понятно, всё, что ты оставил, это лишь своё прощание. Вместе, ну, как бы, своё... Свои слова прощания. А я надеюсь, что ты просто ищешь Wi-Fi. Ну, типа, ты написала мне «прощай», и больше не пишешь. И я надеюсь, что ты больше не пишешь, потому что у тебя нет сети. Вот что имеется в виду в строчке. Я надеюсь, что ты просто ищешь Wi-Fi. Что, типа, блин, да... Да ладно, она ещё напишет, она ответит. У неё, наверное, просто сети нет. Да, наверное, просто занята. Вот что значит строчка «я надеюсь, что ты просто ищешь Wi-Fi». Не могу уснуть, если не пишешь goodnight. Именно сложно засыпать, если ты не напишешь мне «добрая ночи» или «спокойной ночи». Бывало у меня такое, когда в отношениях, там, типа, ты очень сильно ждёшь от человека, что она тебе напишет, типа, там, «добрая ночи». И когда не приходит этого сообщения, то ты не так хорошо засыпаешь, не так тепло и сложно. Ну, и ты моя комфортная, baby, low-fi. Тут всё понятно, что low-fi – это музыка комфорта, комфортик. Это такая chill-музыка, релакс-музыка. Вот. Поэтому вот такие строчки. Так, следующая песня «На луну». Следующая песня «На луну». Совместно с Love66. Обожаю эту песню. Крутейший просто трек. Офигительная коллаборация. Трек этот очень сильно ждали. Поэтому он сейчас до сих пор является топ-2 по прослушиваниям во многих сервисах. После трека «Завтра», насколько я помню. Вот. Видел какое-то мнение в интернете. Люди писали, «Блин, а мне концертная версия нравилась больше». Блин, концертная версия ничем абсолютно не отличается от этого трека. Там такой же бит, такой же инструментал, такое же исполнение. Просто она привычнее людям, потому что они ее переслушивали очень-очень-очень-очень много раз и к ней привыкли. Это называется Demo Iris. На английском языке. Demo Iris. Это есть у всех артистов и есть, видимо, и у людей. Объясняю, что это. Короче, ты пишешь демку, которая звучит... Ну, типа, ты написал трек и записал его, да? Без сведения, без всего. То есть он звучит дерьмово. Поняли, да? Типа, очень демочно. И ты его начинаешь переслушивать, переслушивать, переслушивать и к нему привыкаешь. Когда саунд-продюсер делает тебе сведение и мастеринг трека и присылает тебе его обратно, ты слушаешь и такой... Бля, что за дерьмо? Полное говно. Очень сильно отличается. Мне не нравится. Это называется Demo Iris в зарубежном языке. Многие рэперы читают про это. Это очень популярная, распространенная тема. И все. И я думаю, что с треком «Плавший шесть на луну» сработала именно такая же история, что он просто людям очень сильно понравился в концертной версии. Они к ней привыкли. И поэтому этот трек, когда они слушают уже сведенный мастеринговый и вот в таком звучании, который есть, он им кажется отличающимся от того, что они слышали до этого. Но этот трек абсолютно такой же. В нем нет никаких отличий. Он как был, так и есть. Слушаем. 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 Ну от нуля до 10. на концертной версии как будто меньше битов нет там просто какие-то инструменталы убраны наверное чтобы под живой под живые инструменты все это слышалось еще видел кто-то написал на концерте а у звучало масштабнее понятно потому что здесь а у звучит в бэке в припеве а у а в концерте это звучало отдельно просто весь бэк этот а у который начинался под гитару ну очевидно же что что так 4 из 10 тиндер смони 4 из 10 дал треку на луну блин братик что ты слушаешь напиши пожалуйста что ты слушаешь если ты поставил этому треку 4 из 10 реально напиши пожалуйста просто что ты слушаешь музыки как какую музыку ты слушаешь жду твоего сообщения мне прямо очень интересно если ты этой песни с а4 из 10 что же для тебя 10 интересен твой музыкальный вкус родной а что ты не пишешь напиши напиши блин он не пишет ничего что значит я сплю только на тебе как ты думаешь но сейчас первый раз слушаю альбом и пока мои фавориты это на луну hell и love my girl альбом просто разносый спасибо большое спасибо если бы на мне спали меня бы придавили что он так много весит рекрент уважаемый меньше кушать то я сама включилась я ничего не нажимал да ждите клип на трек слабся 6 на луну он тоже снят до сих пор не сделан потому что там много графики и нам до сих пор ему не сдают я задолбался если честно ждать очень очень долго мы ждем офигеть как долго сколько раз надо послушать альбом чтобы стать твоей женой 45 миллиардов если получится что означает не нужно стали ненужные друзья ты забрала себе ну то и значит что но это частая история не знаю же за или нет базы или нет это когда знаете типа условно говоря у вас есть общие друзья и потом они становятся друзьями лишь другого человека одного человека из отношений к тогда они расстаются или чё-то такое же за чат но вот так и есть это вот строчка это и значит и такие друзья нахер не нужны типа забирай себе таких друзей вот что значит прогнал ее как сунул как ты думаешь бро как ты думаешь что это значит тут слишком прямой контекст но можешь найти можешь найти отсылки обсуждать с ребятами в тектаке а можешь каких-нибудь пабликов тоже порассуждать вот кому кому посвящена эта строчка вот простите пожалуйста стёп 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 это всего лишь стёп я хорошо отношусь к детективам и люблю их поэтому почему бы и нет так следующий трек один из самых заглавных треков с альбома самый прослушиваемый трек с этого альбома а нет следующий трек вчера я думал что следующий трек завтра а у нас вчера классная песня вчера обожаю этот трек тоже очень добрый вайп эта песня самая последняя которая вставилась в альбом этот трек был позже всего написан и записан примерно пару месяцев назад да месяц может полтора может на месяц скорее всего даже месяц меньше чем месяц назад Вчера лежали вместе сегодня не знакомы вчера ещё не знали что всё будет по-другому друг другу обещали крились с любви до гроба вчера мы были пасти а сейчас не знаю кто мы ты мой сон и я так боюсь проснуться боюсь всё потерять хоть пацаны не трусы ты мой минус и я в этом нашёл плюсы я тут ещё придурок но у нас и вкусы мы слишком разные у нас разные тусы разные взгляды но одинаковые чувства нам было круто мы веселее будто люстра с тобой даже грустить было всегда не грустно ты помнишь как было со мной ты знаешь как теперь родной спасибо за всю эту боль она мне стала родной вчера лежали вместе сегодня не знакомы вчера ещё не знали что всё будет по-другому друг другу обещали крились с любви до гроба вчера мы были пасти а сейчас не знаю кто мы моя злость к тебе остыла к концу этого альбома мне было так дерьмово когда я писал тупцово и больше про тебя ни одного плохого слова ведь нам когда-то правда было вместе так кайфово и дважды и пытались мы построить мир из нас двоих но ты походу моя карма я заплачу до сих пор не понял твоих мув но я всё прощу ты помнишь как было со мной знаешь как теперь родной я спасибо за всю эту боль она мне стала родной вчера лежали вместе сегодня не знакомы вчера ещё не знали что всё будет по-другому друг другу обещали крились с любви до гроба вчера мы были пасти а сейчас не знаю кто мы вчера лежали вместе сегодня не знакомы вчера ещё не знали что всё будет по-другому друг другу обещали крились с любви до гроба вчера мы были пасти а сейчас не знаю кто мы песня жаза реально жаза жаза мне кажется всех людей база про то что наверное это так обидно и грустно что вы знаете вы в отношениях там желаете друг другу всего там самого наилучшего говорите теплые слова любви являетесь самыми близкими и родными друг другу клянетесь друг другу в том что там вы друг с другом будете навсегда всегда и так далее а потом происходит разрыв что-то случается и все от любви до ненависти один шаг и потом люди начинают делать очень очень необдуманные порой очень грязные поступки за спиной даже не публично типа вот всю всю грязь которую я видел публично там про себя от каких-то мне близких когда-то людей она даже не сравнится с той грязью и с тем с тем дерьмом которое происходит не публично типа за спиной знаете но как говорится на все прощу вот люблю очень песню вчера это последняя крайняя песня которая была записана и написана в альбом очень ее не хватало очень хотелось бы чтобы она была и она так скажем подытожила весь смысл который есть в ранее написанных мной песнях вот такие дела ставим оценку от нуля до десяти его расскажи пожалуйста какие плагины пианино и голосового сэмпла выше облаков использовала очень масштаб эпично звучит блин слушай я даже когда-то по моему показывал во фруктике на стриме что там за плагины были но конечно стрим этот не сохранился вот поэтому сори сейчас сейчас не вспомню реально как этот плагин называется пианино тоже давно делал там типа месяцев девять назад и биты после этого не делал вообще я вот сделал пару битов 3-4 бита строчка про люстру да слушайте строчку про люстру я написал я написал еще фристайл этот трек ну там типа от начала до конца его просто по строчке писал то что было внутри и реально я просто сидел нам было круто мы висели будто люстра и такое типа блин какая угарная типа строчка висели будто люстра она такая тупая думаю блин надо же конечно же будет ее поменять потом сделать что-нибудь поинтереснее потом сидел думал так на что же поменять мы висели как что О, чтобы еще была рифма на грустно. Сидел, думал, думал, потом думаю, да ладно, оставлю так. Чего нет? Висели будто люстра. Пускай. Классно. Вот что из меня впервые, так сказать, полилось, как она была сделана, пусть так и остается. Висели будто люстра. Вот так и есть. Вот, ну, это вот так. Вот мы висели с ней. Вот люстра висит. Мы с ней так же круто висели. Ну, круто же люстра висит, нет? Ну, висит круто люстра, и мы тоже висели круто. 10 из 10. Мне очень сильно понравилась песня, прям душу запал. Спасибо, что такой трек написал. Не за что. Мы висели будто Люся, кстати, неплохо. Че, еще есть варианты? Мы висели будто бюсты. Тоже неплохой вариант. Какой еще есть? Мы висели будто пуси. Ужасный вариант. Мы висели будто груздя. Класс. Мы висели будто груша. Ну, да, херена. Че еще? Мы висели будто слюни. Ну, прикольно, но нету рифмы. Мы висели будто мюсли. Хорошо. Мы висели будто гуси. Мы висели будто нюцы. Найс. Мы висели будто бусы. Кайф. Мы висели будто в плюсе. Мы висели будто мусор. Мы висели будто туси. А нельзя сказать на туси, потому что туси был раньше. Мы висели будто бупсы. Хорошо. Мы висели как арбузы. Мы похожи на арбузы. Кайф. Мы висели как медузы. Нормально. Мы висели будто суслик. Кайф. Мы висели будто снюс. Мы висели будто скуфы. Мы висели будто серьги. Не, ну, хороший вариант. Блин, надо было реально с вами посоветоваться. В следующий раз так и сделаю чат. Мне кажется, что у вас гениальные варианты. У меня не такой крутой вариант, как у вас. Ладно, следующий трек с альбома, с Бастой. Заглавный трек, один из заглавных треков альбома. Называется он «Завтра». Будем слушать его сначала, правильно? Сначала послушаем, а потом клип посмотрим. Let's go. Ты завтра обо мне не вспомнишь, Сказала и хлопнула дверью. Ты теперь призрак моих комнат. Вечная тень от сожаления. Ты завтра обо мне не вспомнишь, Сказала и хлопнула дверью. Ты теперь призрак моих комнат. Вечная тень от сожаления. Ты завтра обо мне не вспомнишь, Сказала и хлопнула дверью. Сердце разбито на осколки, В них вижу твое отражение Я не знаю, кто ты и откуда С тобой дни летят, будто минуты Когда на расстоянии со мной меньше фута Это очень важные секунды То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую В моей хате много всего, но без тебя так пусто Пацаны сказали, ты была искусственна А я до сих пор считаю то, что ты искусственна Я помню твои искусственные губы Что целовали мне о том, что мы друг друга губим Я засыпал только с тобой, а не твоей фигурой Я не хочу тебя терять, прошу, не будь дурой Я не хочу тебя менять, пробуй меня понять Ты снова хочешь оттолкнуть, пробуй меня обнять Ты не умеешь доверять, я не умею умолять Я не могу тебя держать Ты завтра обо мне не вспомнишь Сказала и хлопнула дверью Ты теперь призрак моих домов Вечная тень над сожаленья Ты завтра обо мне не вспомнишь Сказала и хлопнула дверью Сердце разбито на осколки В них вижу твое отражение Ты завтра обо мне не вспомнишь Медленный распад, скорая помощь И вроде то, что между нами легче перемножить на ноль Чтобы ты осталась одной из тысячи моих параной Я устал тебя видеть во сне Я устал тебя видеть во всех Закрыл глаза, пишу на оси трек Это был ослепительный флешбек Без тебя в этом июне Арктик Без меня тебе лучше, будто Асти без Арктика Время легче, так показывает практика Но мое хути помнит, твой запах лучше, чем хартика Мы разошлись, пошли, нас не сошьют Я ставлю рекорды в один день дюжину дежавю Поверь, не хочу, чтоб тебе было так же больно Так что я надеюсь, что ты завтра обо мне не вспомнишь Сказала и хлопнула дверью Ты теперь призрак в моих комнат Вечная тень от сожаления Ты завтра обо мне не вспомнишь Сказала и хлопнула дверью Сердце разбито на осколки В них вижу твое отражение Ты завтра обо мне не вспомнишь Ты завтра обо мне не вспомнишь Кайф Очень крутой трек Но здесь тоже нет смысла объяснять строчки Здесь они все понятные Я когда написал эту песню Кстати, продюсер здесь я и Алекс Дайвем Вместе делали этот бит Алекс поиграл на гитаре Я сделал все, что касается драмки, хай-хетов, бас и так далее Вот Я когда написал этот трек У нас была просто версия под гитару Алекс играл на гитаре Ну вот это первая часть, которая здесь есть Это реально то, что мы просто сидели, писали, музицировали Вот эта история Ты завтра обо мне не вспомнишь Сказала и хлопнула дверью Ты теперь призрак Вот, так что Алекс просто играл на гитаре Мы искали мелодию Потом у меня появилась эта мелодия Сразу же с текстом И я вообще считаю, что это один из Лучших моих написанных текстов Мной написанных текстов Потому что мне кажется, что здесь очень глубокие И классные образы рождаются После прослушивания и того, вот когда ты визуализируешь Очень круто визуализация работает с текстом Вот ты теперь призрак моих комнат Вечная тень от сожаления Сердце разбито на осколки В них вижу твоё отражение в каждом из осколков Это реально мне очень сильно нравится этот текст Считаю, что одна из сильнейших моих работ по написанию текста Очень большая песня Классная песня Я очень её люблю И мне кажется, что этот трек Он очень стадионный Он очень круто будет звучать на всех концертах Чат, от 0 до 10 Ну и вообще считаю, что у Васи Один из лучших куплетов в его карьере По моему, опять же мнению Здесь, в этом треке Ну, десяточка плотная Десяточка, да Тут десяточка, правда Вижу, десяточку ставите Ну, тут правда десяточка Тут соглашусь с Вами Так, клип Завтра Чат, если кто не смотрел вдруг клип Пересмотрите потом ещё раз его на Ютубе Сейчас посмотрим вместе Плохо, конечно, что Ютуб Умер В России И с просмотрами сейчас вообще тяжело Типа 500 тысяч просмотров за два дня На этом клипе Это, конечно, грустные цифры Но, чё поделать Музыкальные клипы, чё-то вообще Перестали смотреть люди в Ютубе Не то, что перестали Мне кажется, они просто не рекомендуются, как раньше Вот у меня на канале они вообще не рекомендуются больше Я, типа, смотрю в аналитике Там, вот последний клип, который рекомендовался У меня в плейлисты Это был клип с Джонни И вот после клипа с Джонни У меня на Ютубе ни один клип не зашёл В музыкальные рекомендации Просто вот и всё Либо это У меня что-то с каналом случилось Либо это просто вот То, что вот эта херня от ключка Ютуба произошла И всё И теперь бот, который раньше определял Какой клип Ну, что клип заходит в плейлисты Всё, типа Поэтому, да, обидно, конечно Что такие большие работы, как клип с Бастой Ну, набирает мало просмотров Но я всё равно снимаю клипы Ну, многие артисты сейчас этого не делают Потому что в этом нет смысла Особо И это просто трата денег Но я снимаю клипы И трачу на это деньги Потому что хочу видеть визуализацию И чтобы вы её видели Погнали! Клип на трек с Бастой Завтра Ты завтра обо мне не вспомнишь Сказала и хлопнула дверью Ты теперь призрак моих комнат Вечная тень от сожаления Ты завтра обо мне не вспомнишь Сказала и хлопнула дверью Ты теперь призрак моих комнат Вечная тень от сожаления Ты завтра обо мне не вспомнишь Сказала и хлопнула дверью Сердце разбито на осколки В них вижу твоё отражение Я не знаю кто ты и откуда С тобою дни летят будто минуты Когда на расстоянии со мной меньше фута Это очень важные секунды То, что сейчас слышишь Это то, что к тебе чувствую В моей хате много всего Но без тебя так пусто Пацаны сказали, ты была искусственна А я до сих пор считаю то, что ты искусственна Я помню твои искусственные губы Что целовали мне о том, что мы друг друга губим Я засыпал только с тобой, а не твоей фигурой Я не хочу тебя терять Прошу, не будь дурой Я не хочу тебя менять Пробуй меня понять Ты снова хочешь оттолкнуть Пробуй меня обнять Ты не умеешь доверять Я не умею умолять Я не могу тебя держать Ты завтра обо мне не вспомнишь Сказала и хлопнула дверью Ты теперь призрак моих комнат Вечно тень над сожаленья Ты завтра обо мне не вспомнишь Сказала и хлопнула дверью Сердце разбито на осколки В них вижу твое отраженье Ты завтра обо мне не вспомнишь Медленный распад, скорая помощь И вроде то, что между нами легче перемножить на ноль Чтобы ты осталась одной из тысячи моих паранойи Я устал тебя видеть во сне Я устал тебя видеть во всех Закрыл глаза, пишу ночный трек Это был ослепительный флешбет Без тебя в этом наивне Арктика Без меня тебе лучше, будто Асти без Арктика Время лечит, так показывает прагминка Но мое хути помнит, твой запах лучше, чем Харктика Мы разошлись, пошли, нас не сошьют Я оставлю рекорды в один день дюжину дежавю Поверю, не хочу, чтоб тебе было так же больно Так что я надеюсь, что ты завтра обо мне не вспомнишь Сказала и хлопнула дверью Ты теперь призрак в моих комнат Вечная тень от зажига Сейчас момент мурашки начинает Ты зажрак во мне не вспомнишь Сказала и хлопнула дверью Сердце разбито на осколки В них вижу твое отражение Ты завтра обо мне не вспомнишь Ты завтра обо мне не вспомнишь Такой вот жизненный грустный клип Перед тем, как обсудим его смысл Тут вот есть в конце Нативочка, так скажем Наконец-таки билеты на мои большие стадионные концерты На 80 тысяч в Лужнике, в Москве Которая состоится 30 августа И в Газпром-арене 11-го, 10-го В Санкт-Петербурге на 60 тысяч человек Уже в продаже Билеты есть по ссылочке в описании Здесь, под этим клипом Вот по этой ссылке Которая сейчас вам в чат заспамят Вы можете купить билеты На большие стадионные концерты Так что вот как-то так Сейчас ссылочка появится в чате Можете по ней перейти Вот ссылочка у вас появилась Заходите И приобретайте билеты На большие стадионные концерты Будем делать легендарнейшее событие Мои самые большие концерты Которые когда-либо у меня были Вот По поводу этого сценария И смысла клипа Как это вообще все родилось Мы Я приехал на ГАЗ К Васе Мы сидели И думали Долго думали Какая визуализация Должна быть этого клипа Какой должен быть сценарий И сидели, размышляли За жизнь Терли Рассказывали друг другу Разные ситуации Которые происходили Самые сумасшедшие в жизни И Вася просто сидит И говорит Блин, слушай Есть история У меня у товарища произошла Он Просто вступился за девчонку Рандомно Как рандомно На улице Девчонку обижали Вступился Подрался И По неосторожности В общем Вы поняли И сел На много-много лет Вот И мы начали Что-то развивать Эту историю Поняли то, что Очень большая Это такая Жизненная ситуация Которую можно О которой можно Рассказать В этом В этом видео Вот И изначально Вообще Когда мы Снимали Этот Снимали Этот клип Я не хотел Чтобы мы Там были В этом клипе Чтобы здесь Была чисто Актерская игра Без там Участия меня И Баста Потом подумали Что Блин, давайте Наверное Сделаем так Что Это вот История про 90-е Все в этом стиле Общага Вот мы сидим С Васей Там в общежитии И есть там Парень Который в нашем кругу И он выходит Из этого общежития Выходит И вот С него начинается Вся эта история И вот так Вот немножко Завязали Смысл этого клипа Как бы тут Понятен В том, что Девчонка Такая Вся Навеселе Тут видно Еще по предыдущим Кадре Она там Любит Подвыпить Любит тусовки А пацан Он наоборот Такой на спортике Да Там На правильном питании Условно говоря Ему все это чуждо А ну он ее любит Очень сильно И с ней рядом Но она такая Девчонка На веселе И тут он проходит Мимо тусовки И замечает То, что Она там Разговаривает С каким-то парнем У них опять Случается Ссора Потасовка И даже не из-за этого парня С которым она просто Разговаривала А из-за того, что Она опять там Подбухивает Ну и ее Как бы это тоже Задолбало Да Потому что Типа Он ей вроде Добра желает Да Но при этом Так скажем Делает ей голову А она там Хочет повеселиться Вот И в этот момент У них случается ссора Она там Бьет ему пощечину Уходит Ну и в этот момент Случается Ужасная вещь Непоправимая Да Там К ней начинают Приставать на улице Когда Его нет рядом Ну и происходит Ужасное Что я не могу говорить На твиче Вот И изначально Этот сценарий Служит так Что После всего этого Происходящего Что произошло Она возвращается Он все это видит Срывается И По неосторожности В GTA 5 RP Ну Того человека Который с ней это сделал Убивает Из-за этого Он Садится И Мы просто Показываем В конце Что К сожалению Время прошло Но Она к нему Так ни разу Не пришла Не написала Никакой вести О себе Просто Ты завтра Обо мне Как говорится И не вспомнила И После этого Мы Вот Такой сценарий Сродился Мы его выпустили И на монтаже Когда увидели Еще есть теория Что ее не стало Что Она Фантом И что Вот Когда она К нему приходит В двери Что ее На самом деле Не стало И он Потом уже За нее Отомстил И садится Такая теория Тоже есть И Можно трактовать Так же Как вот Некоторые люди Трактуют Что ее не стало Но Изначально Этот сценарий Просто Это история Вот Про товарища Так скажем Василия Михайловича С которым Произошла Подобная Ситуация Условно говоря Вот Поэтому Это такая история Основная На реальных событиях Мне показалось Что она Знакомая Каждому человеку И здесь Наверное Даже не Не про то Что там Ты должен Надо сидеть И там И что-то А вообще В целом Что Так же Как смысл Как и в песне Вчера Что люди Которые Очень близки Друг к другу Завтра Друг о друге Могут и не вспомнить И И не прийти на помощь Условно говоря Когда нам нужна будет Вот Такой клип Смотрите Слушайте трек С Бастой Завтра Смотрите клип Слушайте альбом Меньше чем 3 Ну и Наверное Последнее Это Тяжелейшая Работа Для меня Самая тяжелая Песня Называется Одиноко Это Аутро Альбома Так скажем Итог Всех этих 15 песен Которые Были ранее Это Наверное Просто Крик Души Который Из меня Вылился Я Вот сидел На студии И думал Блин Какой песни Не хватает Этому альбому Думаю Ну вроде Есть проличная Но не хватает Чего-то Гиперличного Того что у меня Сейчас в голове То что я сейчас Испытываю То что я переживаю Вот И Алекс начал Играть на пианинке Я начал рисовать Этот Домик Просто Ну вот Начал рисовать Просто как Маленький ребенок Знаете И я выкладывал Свой телеграм-канал Пост Вы видели Наверное Там есть фотография Что типа писал Питрек на студии И не мог успокоиться Реально На словах Про внутреннего ребенка У меня Что-то так Вот из души Просто вот Вылезло И Ну вот реально Вот как Маленький мальчик Которому там Я не знаю Который упал На улице Ему обидно Из-за этого То что он упал Начал просто плакать На студии Не знаю Не стесняюсь этого Не стесняюсь слез Я считаю Что мужчины Не должны Стесняться слез И слабости Хотя Меня учили С детства Не показывать Я реально И я реально Стараюсь Этого всего делать Но Когда Есть такая Искренность Я стараюсь Об этом не молчать И вводить в тренд В то что В этом нет ничего Постыдного И это не показывает Твою слабость Ну Давайте слушать Песню одиноко Я думаю Что здесь Текст не нужен Я не делаю ошибки Я с ними встречаюсь Каждый раз думал Судьба Но каждый раз Случайность Отец Учил Не показывать Слабость Умираю Изнутри Но Опять Улыбаюсь Я не делаю Ошибки Я с ними Встречаюсь Все что я чувствую Сейчас Это моя Усталость Говорят Быть сильным Я правда Стараюсь Умираю Изнутри Но Опять Улыбаюсь Почему так Одиноко Нас двое В этой комнате Я и моя Тревога Взрослая Жизнь Бывает Так жестоко Мой Внутренний Ребенок Представлял Все по-другому И он пытается Нарисовать Семью И домик Но карандаш Ломается И краски Не подходят И он бы так Хотел любить Но остается Только Видеть чужое Счастье В каждом Из этих окон Когда стал Старше Я стал чаще Обращаться К Богу Мне стыдно Что я говорю С ним Лишь когда Мне плохо Думал Времени Так много Но Времени Не так много Почему так Один много Я не делаю ошибки Я с ними встречаюсь Каждый раз Думал судьба Но каждый раз Случайность Отец Учил Не показывать Слабость Умираю Изнутри Но опять Улыбаюсь Я не делаю Ошибки Я с ними Встречаюсь Все что я чувствую Сейчас Это моя усталость Говорят Быть сильным Я правда Стараюсь Умираю Изнутри Но опять Улыбаюсь До сих пор Считаю Что Это одна Из моих Самых Сильнейших Песен Одна Из самых Сильнейших Работ Но здесь Просто Крик Души Здесь Именно Та работа Типа Я настоящий Вот То о чем Я переживал И то Что я чувствовал Да Что я чувствую Сейчас Это моя усталость И все И ничего больше Кроме этого И одиночество Это факт Недавно Я Видел Интервью Есть такой чувак Дэн Близарин Можешь помнить его Раньше Очень сильно Хайпил В инстаграме Такой он тип У него всегда Там оружие Поняли Там Куча Девчонок Тачки Джеты И так далее И он говорит Блин Представляете Вот как-то я типа Лечу На праве Джеты С супер Красивыми Моделями Тусовки Тачки У меня Все есть И я понимаю Что я был Сейчас Когда у меня Всего этого Не было Это тоже Это тоже Правда Жизни Вот С одной С одной Стороны Ты можешь Посмотреть На Егора Крида И возненавидеть Его за то Что Он такой Успешный У него Есть деньги У него Девушки Какие Он хочет У него Третья Десятая И тому подобное Так ему Повезло И так далее Но за этим всем За этим всем Кроется Типа Ранимая Реально Душа Разбитое Неоднократно Сердце И одиночество Вот и все Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Кто слушает Альбом И спасибо всем За мнение Кому-то Кому-то Нравится Кому-то Не нравится Я Стараюсь Все равно Быть всегда С вами Искренним Таким Какой я Есть Вот И не пытаюсь Казаться Лучше Кто-то Может Меня Ненавидеть Кто-то Может Меня Любить Да Кто-то Может Там Кто-то Может Меня Не уважать Кто-то Может Меня Не любить За какие-то Мои поступки И так далее Или Если Я Что-то Делал По Их Неправильно Но Я Живу Как Я Есть По Совести И так далее И Если Я Где-то Косячу Я Такой Человек Если Я Где-то Поступаю Неправильно Так Так Бывает Если Не нравится Моя Песня Какая Ну И Не Не Нравится Я Такой Какой Есть Этот Альбом Он Такой Какой Он Должен Каждая Строчка В Это Правда Я Могу Делать Треки Про Сучек И Про Флекс Могу Делать Душевные Треки Ну И О том Что У меня Сейчас Болит Внутри Но Я Такой Какой Я Есть И Меня Не Изменить Уже Никак Поэтому Кто-то Может Меня Не Принимать Кто-то Может Принимать Меня Как Факт Того Что Я Уже Есть И Я Большой Артист Кто-то Худшим Примером Я Говорю Еще раз Спасибо Всем Моим Слушателям Спасибо Всем Тем Кто Слушает Альбом Меньше Чем Три Спасибо Всем Тем Кто Вообще В целом Слушает Музыку И Так Долго Является Моей Мотивацией Для того Чтобы Дальше Творить И Делать Музыку Честно Говоря После Этого Альбома Хотел Сделать Очень Большую Паузу В Плане Сейчас Очень Сложный Период Я Вам Много Я Не Рассказываю Что Происходит За кадром Несмотря Даже На То Что Я Стримлю Много Но И Всегда Говорю Вам Как Есть Вещи Есть Некоторые Личностные Которые Я Не Выпускаю Наружу И Не Рассказываю Об Этого Но Да Многие Особенно Знаете Меня Смешит Мене Типа Людей Которые Говорят Как Крин Может Читать Про Такие Темы Когда Понятно Что За Его Карьеру Проплатил Отец Это Глупейшее Мнение Тупое Мнение Людей Как Вообще Такое Люди Могут Говорить Я Тот Человек Который Покупаю Путевки Родителям За Свой Счет В Дубае Чтоб Они Отдохнули Они Мне Проплачивают Мой Отпуск Отдых Подарки И Мой Отец Не Миллиардер Как Они Думают Он Самый Крутейший Человек Вообще На Планете Который Я Знаю Который Дал Мне Крутейшее Воспитание Они Деньги И Все Деньги Которые Он Мне Давал В Детстве Эти Деньги Были Заслужены Путем Моей Работы Потому Что Он Мне Всегда Говорил Если Ты Хочешь Получить Копейку Сега Уже Когда У всех Были Компы Крутые Профессиональные И У меня Было С детства У меня До сих Пор Вот Это Есть У меня С детства Была Вот Эта История Неуверенности В себе Когда Всех В школу Возили На Крутейших Машинах На Иномарках Меня В школу Привозили На Ниве И Мне Казалось Что Блин Это Стыдно Мне В детстве Казалось Что Стыдно Приезжать В школу На Ниве Когда Все На Иномарках И С Крутыми Телефонами А Мне Никогда Не Покупали Ничего Этого Потому Что Не Хотели Меня Баловать А Моя Бабушка Вот Валентина У меня Здесь Татуировка Моя Вторая Мама Она Всегда Баловала Втихую От Родителей И На Свою Пенсию Покупала Мне Телефон Поэтому Когда Когда Поэтому Когда Люди Пишут О том Что Да Ему Купили Карьеру И Все За Него Сделали Просто Вообще Мне Даже Непонятно Когда Это Происходит Обидно Но Никому Ничего Не Докажешь Да И Нет Смысла Еще Хочу Сказать Спасибо Всем Тем Кто Выбрал Меня В Роли Кумира Я Надеюсь То Что Я Вас Не Подвожу В Целом Надеюсь То Что Я По крайней мере Я Стараюсь Надеюсь Что Я Делаю Правильные Вещи Надеюсь Что Я Не Всегда Конечно Я Во Всем Прав Но В Целом Надеюсь То Что Даю Вам Правильные Принципы По Жизни И Вы С Спасибо Тебе За Песню Одиноко Она Просто Так Описывает Мой Период Жизни Это Факт Жалко Мне Очень Жалко Что Эта Песня Является Жизненной Для Вас Тоже Не Хотелось Б Чтобы Меньше Людей Было Которые Считают Что Эта Песня Жоза Всем Таких Крутых Друзей Как Масленников Очень Круто Написал Про Тебя Вот Этот Пост Да Масленников Очень Хорош Парень Добрый Пацан И Правильный Правильный По характеру Рад Что Знать Я Вот Несмотря На То Что Часто Бывает Так Что Я Ошибаюсь В людях Потому Что До Сих Пор Хочу Верить То Что Люди Хорошие Я Рад Что Меня Ну Вот По Крайней Мере Сейчас Окружают Такие Достойные Достойные Люди И Их Много Рис За творчество Такие песни Как Одинок И Выше Облаков И Сделали Новый Альбом Бро Как И Этот Стрим Раскрывающий Твой Масштаб И Личность Спасибо За Искренность Спасибо Большое Брат Набил Тату Альбом Меньше Трех На Руку Куда Кидать Вынете Я Маш Отметить Меня Посмотрю С удовольствием Чат Спасибо Вам Огромно Я думал Что стримчик Запущу На самом деле Ненадолго Получилось На 4 часа Ваших Мамочек Поздравляю Матери Он уже Прошел Но все равно Поздравляю Если вдруг У меня в чате Есть Молодые Мамочки Вас тоже Поздравляю С этим Днем Как-то Так Все Чарис Слушайте Альбом Меньше Чем Три Спасибо Вам Огромное За этот Стрим Получился Он Вот Такой Искренний Душевный Ждите Альбом Ой Альбом Ждите Концерт В Роблоксе Ну и Что Всем меньше Чем Три Чат Давайте Пока